Сегодня делаем чип для Jaguar S-Type 99-го года Значит чип у нас 4DID60 Иммобилайзер Все данные иммобилайзера находятся В приборной панели И давайте откроем Help Tango И посмотрим Где же лежат эти данные Открываем Tango Key Программер Так нам нужно выбрать Jaguar Вот он у нас S-Type Он старого образца у нас 99-го года Смотрим Вот эта панель Показана Процессор там стоит 11-й КС-8 И вот этот процессор Вообще там в щитке Два процессора Вот этот внизу И вот этот Нам нужен этот Вот он стрелочкой показан Вот он наш процессор С этой стороны С другой стороны тоже есть процессор Который нам не нужен Нужен нам только будет Вот этот Читать мы его будем Программатором UPA USB В новой модификации Которым Сейчас посмотрим Help Итак мы подключили Наш программатор UPA USB Давайте его запустим Выбираем Motorola RC11 И наш процессор КС-8 Вот он Смотрим Подключение Какие используются Второй Третий TXRX Используется Шестой Седьмой Восьмой Ну и два питания Естественно Теперь давайте посмотрим Подключение К самому Процессу В содержании UPA Находим HC11 КС Корпус PLCC 68 У нас Вот подключение Здесь все мы Видим Все расписано И давайте Подключимся К процессору И попробуем Его прочитать Так Хрелф Вот мы открыли Значит Смотрим Здесь у нас Ключ То есть Вот первая ножка Давайте посмотрим Где она у нас Здесь Здесь она у нас Обычно Где Фаска Вот она Первая ножка Это точечка Собственно Нам нужны Три контакта Подряд С этой стороны И четыре Здесь Использовать Мы будем Универсальный Кабель Для UPA Собственно Рочно Изготовлен И давайте Будем Подключаться К ним Итак Наш Универсальный Кабель Подсоединен Здесь DB9 А здесь У нас Вот так Подсоединено Здесь у меня Сделаны На концах Гибкие Проводнички То есть Эластичные Чтобы не Оторвать Ножки И так далее И так далее Не навредить Они вот Свободно Качаются Твердые Делать Их Не стоит Итак Открываем Нашу УПУ Дерево устройств Процессор Моторола HC11 КС8 Вот мы Его выбрали Давайте Подключим Разъем УПА И попробуем Его прочитать Так Показывает Одну ошибку Давайте посмотрим Ошибка На чем Значит Вот у нас TX Показывает Ошибку И ошибку По МОДБ Эти ножки Придется нам Отрезать Так Давайте посмотрим Как Можно Поднять Ногу На процессоре В корпусе PLCC Значит Берем Вот такую Штучку Загнутым Концом У нас Получается Подсовываем Ее Вот таким Образом Подножку Будем делать Движения Вращательные Нагреваем Вот пожалуйста Ножка у нас Поднята То же самое Мы делаем С ножкой 59 МОДБ Также Подцепляем Нагреваем И Выворачиваем Нагреваем Нагреваем Все Ножка у нас Поднята Итак Мы подняли Две ножки Вот И По новой Подключились Итак Соединение Окей Давайте Еще раз Попробуем Прочитать Вот Пожалуйста Все Прочитала Но Прочитала Благодаря Тому Что Мы Подали На Программатор Внешнее Питание Поскольку Камень Этот Старый Большой Он Требует Повышенного К себе Питания Поэтому Подключив Внешнее Питание Программатор УПА Мы Сразу Прочитали Эту Прошивку При Подключении Внешнего Питания КУПА Не Забудьте Переставить Вот Эту Перемычку Перемычка Переставляется Либо Внешнее Питание Либо Питание От Порта USB Сохраняем Ранее Считанный Дамп На рабочий стол Сохраним Вот Вот Такой файл У нас Получился Здесь Win Указан Теперь Нам Нужно Этот Файл Закинуть В Танго Для Написания Ключа Открываем Наш Программатор И Смотрим Что за ключ Нам Привезли Ну Это не Кирис ДСТ Танго Бывают Эти 4D ДИ 60 Вот Видите Покрутили И она По другому Показывает Да Бывает Такое С ней Но Это Ничего Страшного В этом Нет Значит Нам Нужно Выбрать Модель Ягуар И Закинуть Сюда Считанный Наш Дамп Ягуар Вот Он Показывает Ключи Смотрим Есть ли Этот ключ Здесь Нет В этом Дампе Данного Ключа Нет Нам Нужно Просто В него Записать Все Пишем 1К Сохраняем Сюда Давайте Теперь Откроем Файл 1К И Посмотрим Теперь Ключ Все Ключ Под номером Один То есть Ключ Прописан В системе Смотрим Куда Танго Кладет Эти Ключи Вот Он Айди Ключа Давайте Разберем Один Достаточно Неприятный Момент С этими Машинами Значит В Танго Указано Что Здесь Должен Быть Тирис Айди 63 После Этого Года Бывает Что Ставят И 63 И 60 Ну Допустим Я Подсунул Танго 60 Записать Она же Записала Все То есть Мы Открываем Файл 1К Смотрим В системе Этот ключ Есть Вот он Ключ Номер Один Но Она Пыталась Его записать Как ID 63 И Вот Что Получилось Смотрите Видите Мануфактур Код Не Подходит То есть Этот ключ Не Запустит Мотор Вот Почему Вот Мануфактур Код И Здесь Должен Стоять 0 1 Если Это ID 63 На ID 60 Здесь Будет Стоять Любая Цифра Собственно Не Заведется Поэтому Для Танго Мы Берем ID 63 То Есть Вот Код Мануфактуры 01 03 Обозначает Что Это ID 63 И Теперь Мы Этот Чип Запишем Уже В Дам Вторым Ключом Мы Его Положим Мы Открываем Jaguar 1K ID 60 Я Туда Положил Руками Ключ Номер Один Под ID 60 А Второй Ключ Мы Запишем Как ID 63 То Есть Для Того Чтобы Человек Завел Машину В Любом Случай Либо 60 Либо 63 Вот У нас Один Ключ Есть ID 60 Вот Он Записан Первым Ключом Теперь Берем Ставим Так И Уже ID 63 Записываем Вторым Ключом Здесь Уже Будет ID 63 Ну а теперь Давайте Попробуем Откроем 2К И посмотрим Что у нас Есть Ключ Номер 2 Но ID Этого Ключа Будет 63 То есть Код Мануфактуры Совпадает Он 01 И Теперь Давайте Проверим ID 60 Открываем 2К Также И Посмотрим Один Вот Первый Ключ ID 60 То есть Определяется Он Как ID 60 40 Бит Значит Почему Такая Суматоха Происходит С этими Чипами Я Уже Сказал Что С 99 Года Начиная С 99 Года Обычно До 2003 Года Они Шли Значит Бывало Что Ставили ID 63 И ID 60 Значит ID 60 Можно Положить Руками Собственно Говоря Как И ID 63 Тоже Можно Положить Руками В Дам Значит Смотрим Как Это Происходит В Танго Мы Читаем Чип Вот Его ID А В Дам Он Ложится Обратите Внимание Задом Наперед То 57 57 17 17 2D 2D ID 60 Мы Положили Руками А ID 63 Мы Положили С помощью Танго Кей Программы Теперь Нам Остается Только Залить Назад В Процессор И Отдать Хозяину Если Один Чип Не Заведет Заведет Другой Вот Мы Открываем Первоначальный Дамп Который Мы Сосчитали Программатором Давайте Откроем Дамп 2К Вот Они Ключи Идут Друг За Другом Два Ключа У нас Здесь Есть Давайте 2К Зальем Опять Пример Видите Как бы Вы Не Положили Этот Жгут Мягкие Контакты Не Дадут Оторваться От Самой Микросхемы И Не Дадут Сломать Ноги Записываем Наш Файл 2К Микросхемы 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 Чинили Ножки Естественно Запаяли На Место Собираем Отдаем Микросхемы